Уважаемые кузбассовцы, нас поддерживает не только вся страна, но практически весь мир. Наш траур мы объявили, он будет три дня, но сегодня по всей России, по решению главы государства, объявили траур. Я хочу просто низко поклониться всем, кто нас поддерживает в эти труднейшие для нас дни. И кто помогает нам реально. Спасибо вам. Уважаемые кузбассовцы, я обращаюсь к вам, потому что время очень трудное, очень тяжелый период мы переживаем. Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы, целенаправленные, пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться. И, соответственно, страшно просто вот раскачивать ситуацию. Посмотрите, Украина, телефонный этот хулиган, во всю мощь, во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что вот примите там. И уже чуть ли вот число погибших там насчитывает уже, я не знаю, там 600-700 человек. Хотя ведь работают официальные органы, МЧС. И вам доложили, трагедию ведь переживает вместе с нами, ну, весь мир практически. Такого никогда не было. Весь мир переживает трагедию вот наших вот семей. Я еще раз вам говорю, я не могу вот к этому относиться даже через личную призму, потому что погибла и моя племянница. Ну, страшно это горе. И вот в это время, ну, всегда же на Руси было, ну, горе, всегда люди объединяются. Всегда люди помогают друг другу. Обязательно. Ну, это святое. И наживаться вот на человеческом горе, я считаю, это кощунство. А посмотрите, что вообще творится. Шахта юбилейная. Два раза анонимные звонки. Шахта заминирована. Ну, какой порядок? Мы обязаны просто шахтеров поднимать. Мы знаем, что это анонимный звонок, но обязаны. Вот только подняли. Теперь спускаем. Только спустили снова. Шахта заминирована. Конкретно, вот, юбилейная. Теперь такие же проходят звонки по шахте Антоновской. Вот теперь 27-го, вот 27-го, шахта Полосухинская. Это вот в районе все Новокузнецка. И вот нужно поднять людей, и кто-то отсматривает. Только подняли, снова пошли работать, снова нужно поднимать. Для чего это делается? Ну, чтобы озлобились люди. Понимаешь, озлобились. Ну, попробуй. Вот я оделся, пошел в шахту. Не успел, меня подняли. Только спустился, снова подняли. Ну, какое настроение у людей? Зафиксировать вот наши службы, ну, не могут пока. Откуда-то идет там в Джакарте, в Индонезии он откуда-то там звонит. Ну, не могут вот они. И вот под видом этого сейчас выступает, прям представляется. Вот вчера, допустим, мы областной суд, к семьям погибших прям обращаются. Приезжайте в областной суд, будет вот предварительно слушаем. Ну, люди верят, едут. Областной суд вообще не в теме. Он и понятия не имеет. Но их же подняли специально. Семьи погибших, люди в горе, их приглашают. И вот каждый на свой вот лад. И каждый вот этот травля, вот просто травля идет со всех сторон. И, к сожалению, они уже пошли даже по семьям, вот по семьям погибших. Даже с ними уже начинает вот работа. Или давайте вот возьмем сегодняшнюю ночь. Ну, а третьи сутки не сплю, вот лично. Вот звонки. Ночью, прям сегодня, минирование. Пяти объектов Кемеров. Кафе там, четыре стихи, Иноградская пять, пельменная гриль. Развлекательный центр Байконур там и так далее. Вот сегодня конкретно ночь. И это все мы четко понимаем. Это все глубоко продумано. Все это сделается специально, чтобы взбодоражить людей, натравить одну часть населения на другую там. Кто-то, может быть, действительно не понимает. Но мы же предоставляем следственные комитеты, МЧС, правоохранительные органы, любую информацию. Задача вот моя, задача моя как губернатора. Первая, помочь семьям. Вот задача моя, помочь. Достойно похоронить всех. Но это трудно, понимаете? Потому что есть вот просто фрагменты, фрагменты тел. А это специалисты, вот с Москвы они приехали. С Москвы специально по поручению президента. Это долго делается. В течение где-то трех недель может идти. А люди же ждут. Это же напряжение. Кто-то, да, похоронят вот сегодня, завтра. А остальные же надо ждать. А каждый день это напряжение, это стресс. И им пользуются. Вот это первое, основное. И дальше я обратился к главе государства Владимира Владимировича Путина. И попросил. Владимир Владимирович, ну у людей вот на слуху и разговоры идут об ответственности. Я очень прошу, вот чтобы никто не уезжал. Чтобы до конца провели расследование. Чтобы всех виновных реально достали, привлекли к ответственности. Без вот этой помощи мы не сможем. Но если он сидит, до сих пор собственник в Австралии. Я не дотянусь до этой Австралии. Но каждый должен ответить. Каждый. То есть, ну должна быть настоящая справедливость. Понимаете? Свалится все на каком-нибудь сторону, билетерша понятна. Нет. Основные, реальные виновники. Неважно, где он, кем работает. Привлечь к ответственности. Привлечь. И глава государства твердое решение. Объявил несколько раз. И в встрече с президентом речь шла о том, что это не только так. Вот, ну провели, похоронили, 40 дней прошло. Нет. Теперь с каждой семьей персонально я лично буду разбираться. Ну может где-то еще дети живые, там, родители. Какая нужна помощь. Если дети, их нужно везти до 18 лет, как это мы обычно делаем. Вот у нас в Кузбассе. Это уже принято. Законно мы делаем. И вот прием этот, он тяжелый, конечно. Вот я выждал, ну сколько вот времени прошло. А с сегодняшнего дня уже начинаю прием, потому что, ну люди хоть немного успокоились. То есть все семьи, в которых погибли, мы обязательно, обязательно примем и досконально окажем помощь. И начинаем этот прием с сегодняшнего дня. Ну те, кто психологически готов. Уже принято решение. Причем у нас с сегодняшнего дня уже вот в действии. Каждой семье, где погиб ребенок или взрослый, мы перечисляем, мы, областная власть, 1 миллион рублей. А там, где есть, вот в больницу обратились, ну легко раненые, там тяжело раненые, легко 200 тысяч, а тяжело раненым 400 тысяч. Вот это наша мера. Теперь правительство, уже поступило распоряжение, оно у нас на руках. Спасибо за реальную конкретную помощь, тоже выделяет 1 миллион рублей. И также легко раненым 200 тысяч и 400 тысяч на тяжело раненых. Получается правительство. Дальше была работа предметная с предприятиями. Они тоже перечислили деньги на наш расчетный счет, на бюджет. Там получается по 3 миллиона на каждого погибшего в семье. Таким образом, на момент разговора с вами, каждая семья, где погибли, получает 5 миллионов рублей. Перечисление начинается с сегодняшнего дня. Уже с сегодняшнего начинается. 5 миллионов рублей. Если, к сожалению, у нас же трагедия есть там, ну и 2, и 3 там человека в одной семье погибло. Ну, получается, 2 это 10 миллионов на каждую семью. 3 это 15 миллионов на каждую семью. Повторяю, мы уже начали перечислять там, где у нас есть точные данные сегодняшнего дня. И еще одно, уважаемый Кузбассов. У нас же открыт расчетный счет, и на него начинают поступать деньги. Пожертвования, помощь других регионов просто от людей идет. По счету, по счету, по мере поступления, ну, я считаю, вот через каждые 10 дней. Поручено Малахову Игорю Юрьевичу, это зам мой по финансам. Он будет вас информировать, что счет открыт, поступило столько-то, поступило столько-то. После этого, когда счет будет закрываться, мы вместе, тут будут участвовать и общественные палаты, и депутаты, продумаем, каким образом справедливо эти деньги еще добавочно к тому, что я сказал, получили наши семьи погибших. Кроме того, вот согласованно проведена большая работа с банками, я им очень благодарен. Я имею в виду крупные наши банки, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк. И вот сейчас работаем с другими, есть же мельчик, в разных же банках люди там брали кредиты, и долговые обязательства у них есть. Вот они, банки, берут на себя все обязательства по списанию выданных ими ранее кредитов семьям погибших. Вот такая помощь уже конкретно принято решение, и она действует уже, уже действует с сегодняшнего дня.